Единственный способ, которым можно добраться до села Затон, которая находится в заречной части Котельнича, в это время года, это переправа по льду через вятку на буране, лыжах или пешком. Удобного транспортного сообщения между двумя частями Котельнича, а формально поселок Затон относится именно к этому муниципалитету, никогда не было. В летнее время через реку ходил паром, а зимой существовала зимняя автомобильная ледовая переправа. С 2007 года ее перестали делать. Осталась одна электричка, но она ходит резко, и люди предпочитают альтернативные маршруты. И вот такое путешествие люди должны содержать каждый день, чтобы сходить в врачу или в больницу, или пойти к юристу, который находится в Котельниче. Это, конечно же, очень неудобно, и люди, которых почти 500 человек живет в поселке Затон, очень недовольны положением. Они хотят настоящую большую ледовую переправу, чтобы можно было нормально переправляться из одной части города в другую. Главная проблема заключается в том, что из-за отсутствия автомобильной переправы врачи и скорая помощь нормально доехать до Затона не могут. Валентина Толстикова только что вернулась из Котельнической аптеки. Путешествие пешком заняло у пожилой женщины три часа. «Знают они прекрасно все, и переправу, и почта, что нужна нам, только они нашего брата не слушают. Мы не знаем даже, как письмо отправить. Было время, что по неделю ни газеты, ничего не приходило». Тяжелее всего приходится хронически больным людям. У Рашида Шигапова тяжелый диагноз – эмболия мелких сосудов легочных артерий. Последний раз врача он видел пять лет назад. «Когда я работал в 2007 году, врача переправа была, как бы в моем видении. Я занимался организацией переправы. Одегову врача участкового, мы ее перевозили бесплатно. И она, наверное, раза два там месяц всегда была». С утра у Рашида начался приступ удушья. Скорая приехать на вызов не может. В ситуацию пришлось вмешаться гостям – представителю местной думы и нашей съемочной группе. «Дело-то в том, что у него почти сердце останавливается. Дело-то серьезное. То есть надо, чтобы быстрее тут и вопрос порешать, чтобы хотя бы переправили и не тянули они там». «У нас тут очень серьезные проблемы. Дело в том, что у Рашида, ему совсем плохо. И мы решили пригласить врача из города, чтобы его перевезти сюда. Врача с сестрой, с реанимационным набором перевезти его на приправе с помощью вас. Так что мы уже позвонили врачам, они вроде бы согласны». Благодаря нашей настойчивости фельдшер и медсестра все-таки приехали в Затон на Буране. Они сделали Рашиду укол расширяющего бронхи лекарства, и человек задышал свободно. Но надолго ли? Сегодня приступ сердечной астмы у Рашида Шигапова снять удалось. И то только потому, что депутат городской думы Алексей Дудин и наша съемочная группа пришли в этот дом, увидели ситуацию и позвонили врачам. А так скорая помощь в поселок Затон не ездит. И что будет завтра, если больному станет хуже, неизвестно. Инициативная группа жителей поселка пришла к главе администрации, чтобы узнать, как городские власти планируют решить главную проблему – транспортное сообщение с городом. Ледовое переправо на сегодняшний день, по сути дела, технически устроить нельзя. Потому что здесь есть несколько причин этому. Первая, одна из самых серьезных причин, если раньше, в советское время, каждый год приходил, как это называется-то? Ночистили. Ночистили, то есть, понимаете, и здесь был у нас нормальный фарватер, то и река замерзала нормальным образом, вставала, да, то на сегодняшний день у нас технически не получается устроить реку. А вот как оценивает ситуацию специалист МЧС, который по роду своей деятельности отвечает именно за безопасность на ледовых переправах по всей Кировской области. Ну, я не вижу проблем, чтобы там ее не сделать. Летом же там же есть переправа, которая… Теплоход ходит, да. Почему зимой не сделать? Тем более там, ну и крещение организовывают они хорошо, в общем-то там, нормально, да. Не нужно никаких затрат. Лед позволяет 40 сантиметров. Просто ее расчищать. С 1 января 2012 года заботу об оказании медицинской помощи в поселке Затон несет не муниципалитет, а департамент здравоохранения Кировской области. И проблема с доступностью к качественной врачебной помощи для жителей Затона, как нам пообещали в департаменте здравоохранения, скоро решится. Проблема перед нами обозначена. В самое ближайшее время специалисты департамента здравоохранения планируют выехать на место, посмотреть, что называется, своими глазами. В настоящее время сейчас мы уже имеем несколько вариантов предварительно, как можно организовать доступную качественную медицинскую помощь жителям микрорайона Затон. Но нам необходимо какое-то время для того, чтобы выбрать оптимальный, наилучший вариант для этого. Если вопрос с медпомощью должен решиться силами департамента здравоохранения в ближайшее время, то проблема транспортной доступности поселка по-прежнему находится в ведении муниципалитета. И как бы городские власти не оправдывали и не объясняли ситуацию, факт остается фактом. 400 с лишним человек, в основном пенсионеры, остаются в Затоне без жизненно влажной переправы. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Спасибо.